Всем привет! С вами Жданов Иван. Сегодня я расскажу вам о том, как обманывать противника с помощью подачи. В данном коротком видео уроке я расскажу про две подачи, которые позволяют это сделать и которые имеют фишку, которая позволит вам обманывать противника. Первая подача, которую мы разберем, это китайский маятник. Он отличается от классического, либо еще называть его европейским маятник, тем, что подается в другую плоскость. Обгновенный маятник подается параллельно столу, например, правосторонний маятник, либо левосторонний маятник. То есть, например, мы подаем левосторонний маятник, подбрасываем мячик и мячик отрезаем. Правосторонний маятник делается аналогичным образом. Мячик бросается под правую ногу и здесь за счет движения как раз предплечья и кисти, то есть у нас получается маятникообразное движение предплечья и мы добавляем еще кисти. Получается, что мы подаем мячик и даем мячику нижнее вращение. Это был европейский маятник. Сейчас посмотрим классический маятник, именно китайский. Он подается в другой плоскости, уже не параллельно столу, а перед пениклярным столом. Подается сюда, как правило, из левого угла. Даже сейчас, может быть, уйти за угол, прям, даже дальше. Можно подавать, чтобы левого угла был около угла. Мы вытягиваем руку в виде боку. Ладонь у нас открытая, большой палец. Смотрит, поддется и раз. Что мы делаем? Мы подбрасываем мячика из этого положения к себе. То есть мы должны закинуть в карман себе. От правой ноги мы бросаем. И движение, такое же, как в классическом агенте, когда мы делали, оно присутствует. То есть подбрасываем и движение рукой. Движение аналогично делается за счет предплечей и за счет кисти. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Подбрасываем. И подача. Мячик здесь получается иметь более сложную траекторию, потому что он идет не просто вверх выбрасывается, а бросается на весной траекторию к себе. Это очень важно, и так. Подбросим. Пам. Подали. Пум. Бросим. Подали. Пам. Когда мы подаем китайским маятникам, у нас подача и мячик принимается, как правило, в верхней части ракетки, для того, чтобы вращение у мячика было максимальное. Сейчас давайте разберем, какая же идея вообще обмана противника на основе этой подачи. Самый простой вариант – это чередование нижнего вращения и верхнего вращения. Когда мы подаем китайский маятникам, мы даем нижнее вращение. Чтобы обмана противника, давайте сделаем почти то же самое движение, ту же самую подачу, но вращение будет уже верхнее. Для этого, как делается, при приеме мяча мы мячик не подрезаем, а мы его принимаем плоско. То есть, получается, такой шлипок, бам, мячику дается верхнее, либо даже плоское вращение. То есть, если это подрезка, бам, это у нас удар. Как будет выглядеть? Бам. Пум. Удар. Бам. Бам. То есть, получается, чередование при обмане. Либо оно дается нижнее вращение, либо верхнее. Например, нижнее вращение, верхнее вращение. Почему-то важно именно чертовать нижнее вращение и вот плоское вращение, или верхнее вращение. Дело в том, что противник не должен знать, как принимать данный мяч до последнего момента. Мы должны держать его в напряжении. И чертование нижнее вращение, верхнее вращение и плоское вращение будет создавать усложнятие, взятие мяча. Как мы делаем верхнее вращение? Нижнее вращение делается через счет маячника так. Так получается плоское вращение, верхнее вращение. Может, это как накат, но тоже за счет кисти и предплечья мы даем мячику верхнее вращение. Тоже мячик подбрасывается с полки к себе в правый карман. И здесь мы берем ракеткой. Чтобы проще братье, ну и если кисть больше работала и давала вращение мячу там на подрезке, либо на накате, необходимо подавать не вот в такой вот позиции, когда мы жестко нажимаем ракетку, а братье более свободным. То есть двумя пальцами, указательным и большим. Моцик, как ручку. Это позволяет нам более расслабить кисть и сделать движение более резкое. Итак, как будет поддаваться с верхним вращением? Мяч тоже бросается к себе в бак. Точнее движение вот такого, но мячику даем верхнее вращение. И ударяем, и в то время даем ему верхнее вращение. Получается, вот мы разобрали сейчас три поддачи, которые можно комбинировать и варьировать различную игру. То есть это подрезка с правым боковым вращением, это плоский прием, бум, который может иметь более быструю скорость для противника, и верхнее вращение. Комбинировать даже уже этих трех поддачи позволяет довольно-таки существенно усложнить игру и повысить свое мастерство. На данном моменте мы заканчиваем наш видео урок, и спасибо за внимание.